Крупные железнодорожные операторы и профсоюзы США достигли предварительной договорённости о повышении заработной платы для работников и улучшении их условий труда. Есть надежда, что этого будет достаточно, чтобы предотвратить остановку железных дорог по всей стране. Она могла нарушить поставки продовольствия и топлива и стоить экономики страны до 2 миллиардов долларов в сутки. Президент США Джо Байден назвал это победой. При этом его администрация уже строила планы на случай, если перевозки критически важных товаров прекратятся. «Остановка неприемлема. Это не то, чего мы хотим. Это может нанести вред семьям, сельскому хозяйству, бизнесу и целым сообществам. И мы неоднократно давали это понять обеим сторонам». Закрытие железной дороги может заморозить почти 30% грузовых перевозок в США, спровоцирует инфляцию, затруднит поставки продовольствия и топлива и вызовет проблемы с транспортом. При этом соглашение достигли буквально в последнюю минуту. Если бы этого не случилось до полуночи в четверг, то это открыло бы путь для забастовок рабочих. Теперь крупные профсоюзы должны проголосовать за договор. Впрочем, даже если они его не утвердят, это отсрочат забастовки на несколько недель. В целом, переговоры между операторами железных дорог и несколькими профсоюзами длились более двух лет. По железным дорогам перевозят почти четверть зерна, предназначенного для внутреннего потребления. Также на товарные поезда полагается энергетический сектор для транспортировки угля, сырой нефти, этанола и других продуктов.